65-летний экономист Андрей Белоусов станет новым министром обороны России. Его кандидатуру выдвинул Путин. Большую часть жизни Белоусов проработал на государственной службе. В 2012-2013 годах был министром экономического развития России, помощником Путина, а с 2020 года первым заместителем председателя правительства. К армии и оборонной промышленности Белоусов никакого отношения не имел. Этот выбор свидетельствует о том, что Путин хотел, чтобы глава оборонного ведомства жестко контролировал гигантский рост военных расходов на финансирование жестокой войны России против Украины и обуздал повальную коррупцию в Министерстве обороны, которая, как оказалось, мешала российским войскам в начале вторжения, когда новобранцы часто выглядели плохо подготовленными. Из публикации издания The Washington Post. Ну вот мы пошли по этой же самой дорожке Советского Союза, и гражданского человека, который что-то понимает в экономике, хорошо понимает в экономике, означает руководить Министерством обороны. Это значит, что ситуация с военным производством, с изготовлением военной техники, без которой Российская армия не может воевать, видимо, очень плохая. И его как раз бросают на решение, видимо, проблем максимально быстрого наращения производства оружия. Больше он ничего сделать не может, чтобы, как вы понимаете, стратегических знаний в том, как вести военные кампании, у него просто нуля. Замена министра обороны России свидетельствует о том, что Кремль готовится к затяжной войне с Украиной, считают аналитики. И к новой должности Белоусова готовили, считают в Институте изучения войны. Ранее он представил проект государственного заказа на почти 4,5 миллиарда рублей на производство беспилотников до 2030 года. По мнению экспертов, Белоусов должен окончательно превратить российскую экономику в военную. Путин нуждается в человеке, который будет жестко контролировать гигантские расходы на ВПК. Это деньги, которые уходят из российского бюджета в момент, когда внешне российская экономика выглядит, в общем-то, неплохо. Но специалисты говорят, что вот эти сложности, эти вот шероховатости, они набираются. То есть постепенно, постепенно проблем для российской экономики будет все больше и больше. Поэтому сейчас, действительно, если Путин хочет продолжать вторжение, продолжать наращивать обороты в плане военного производства, ему, конечно, нужен хотя бы какой-то порядок в военном бизнесе. Отставки Шойгу предшествовал коррупционный скандал в Минобороны. За взятки арестовали заместителя Шойгу Тимура Иванова. Правда, давнего соратника Путин на пенсию не отправил. Шойгу назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Куда дели Патрушева, это большой вопрос. И, собственно, не является ли вот эта отставка Патрушева как раз серьезной перестановкой и серьезным ослаблением самого клана Патрушева. Потому что пока не просматривается, какое бы то ни было место, куда его могли бы запихать. Потому что уже, собственно, все министры поданы. И, конечно, можно что-то новое придумать, что-то, так сказать, новую должность. Но новая должность – это всегда такая чемодан без ручки. Новый руководитель будет и у счетной палаты. Путин предложил назначить на эту должность Бориса Ковальчука, сына своего давнего друга. По данным расследования издания «Проект», Юрий Ковальчук является личным консильери Путина. Старший Ковальчук – бывший пайщик кооператива «Озеро», как и Путин. Основатель Банка «Россия». Он контролирует медиа-империю, в которую входит несколько телеканалов, в том числе первый. Никита Скобликов для телеканала Freedom.